Почему нет франшизы? Часто задают вопрос. Мне кажется, он насущный, потому что, мне кажется, сотни человек закатили бы, потому что это надежный бизнес. Тем более, это варианты экспертов, как ты. Смотри, спасибо за комплимент. На самом деле, это очень сложный бизнес. И, как мне кажется, мы же два года сами первые работали по франшизе компании KIKO. Там наша история, что мы первые два года работали по франчайзингу. Это была известная европейская сеть, достаточно крупная. И потом, по протяжении двух лет, мы поняли, что это дико неэффективный бизнес. Ну, то есть, сама бизнес-модель правильная, а вот сама организация процесса по работе через франчайзинг, она очень сложная. Почему? Потому что в нашем случае необходима большая степень локализации ассортимента. То есть, все, что продается в Европе, в России не продается. Здесь нужен другой модельный ряд. Низкое узнаваемость бренда, разные процессы и так далее. То есть, но главное, это была такая, знаешь, сложность, потому что франчайзинг он хорош, если это какая-нибудь кофейня. Если это какой-то относительно небольшой бизнес с простыми процессами, но если это такой вот гипермаркет, не знаю, площадью 10 тысяч квадратных метров, в котором огромный ассортимент, в котором абсолютно разные категории товаров, потому что продажи кухонь – это, там, не знаю, это, например, уровень автомобильного ритейла. Там продажи мебели, там, ну, чуть попроще, да, там товары для дома, да, еще проще, но в целом это очень такой сложный бизнес, логистический, с точки зрения технологий продаж. И нам кажется, что нам проще самим открывать магазины, то есть, вот, вдруг говоря, те силы, те усилия, которые мы потратим для того, чтобы вырастить франчайзинг для его партнера, они будут безопоставимы с возможным, ну, как бы, эффектом, который мы получим. Нам проще открывать магазины самими. Ну, хорошо, но есть, ну, я все-таки еще на эту тему хочу, что я просто предположил себе, да, вот я вспоминаю после опыта работы «Фольксвагена», собственно говоря, когда любую галлюцинацию постсоветского предпринимателя бизнесмена, значит, вот мы захотели открыть именно свой салон и продавать свой «Фольксваген». Значит, нас вызвали в Германию, разумеется, за свой счет. Значит, нас, ну, не за их счет, а за наш счет. Мы брали за свой счет. Значит, мы проходили обучение за свой счет. Мы сдавали экзамены за свой счет. То есть, у нас вот эта вся история была. То есть, если ты себе представить, что, допустим, Хофф откроет, например, «Франксваген» школу франчайзи, в которой будут приходить, платить деньги, по сути, оплачивать работу тех самых франчайзи инструкторов, обрисовывать различные бизнес-модели, бизнес-кейсы, которые происходят, а что вы будете делать, когда, не знаю, у вас, значит, отключен свет? Ну, так, что вы будете делать, когда кто-то придет, там, какая-то инспекция и закроет вас, значит, на там сутки? Ну, то есть, вот те реальные кейсы, которые были, ну, вот в таком формате были, или просто, ну, это чужое, мы не хотим это делать? Да нет, просто ты же всегда составляешь возможный эффект, отложенный к ресурсам. И вот те ресурсы, которые мне необходимо потратить, ну, компании, команде для того, чтобы условно научить какого-то подпринимателя в Владивостоке нашему бизнесу, они не сопоставимы, ну, просто с возможной отдачей. Нам проще, не знаю, в пять раз проще открыть свой собственный магазин. Чтобы не в Владивостоке, где еще очень сложная логистика, да, у нас огромное не занятое пространство. Мы сейчас на днях там открываем полный в Липецкий магазин, вот, не знаю, или там Сургуте, или там, ну, там, не знаю, открыли третий гипермаркет в Краснодаре. То есть у нас доля рынка четыре процента всего, четыре. То есть при том, что у нас большой там оборот, 35 миллиардов, но реально доля рынка, она небольшая. Мы можем спокойно в городах нашего присутствия продолжать наращивать объемы. Франчайзинг не даст нам какую-то, какого-то не окажет нам значимого эффекта для бизнеса, или на нашу прибыль сильно не повлияет. Не повлияет принципиально наш объем закупок. Но организационно это будет огромная нагрузка на все наши процессы, системы. Ну, мы лучше, условно, будем лучше учить свои существующие магазины, лучше будем им заниматься, увеличим там на пять процентов выручку, и это нам покроет все возможные продажи от потенциальных, там, не знаю, пяти партнеров в тех городах, куда мы там на сегодня не пойдем, да, там, Дальний Восток, не знаю, Ягульск, там, Северный Гонкас и так далее. Но еще раз это важно. Компании, которые... У компании есть модели, которые позволяют им работать по франчайзингу. Когда компания сама не хочет открывать вот магазины, создавать всю эту структуру, то есть она осознанно принимает решение, что я буду развиваться по франчайзингу. Или компания... Ну, как бы вот я в модели, вот нельзя быть немножко беременным, да, то есть здесь все-таки комбинация, когда у тебя есть свои магазины, еще есть магазины партнеров, это бывает тоже, но там всегда возникает конфликт, потому что на какой-то момент ты ходишь в городах, где у тебя партнеры, открывать уже свои магазины и так далее. То есть это какая-то конструкция, она не долголечная все-таки. С точки зрения международного бизнеса, я последний скажу, иногда, да, это бывает логично, есть страны, в которых ты сам, и ты на целую страну продаешь, ну там, не знаю, эксклюзив по этой франшизе. Но ты, по крайней мере, понимаешь, что там есть огромный бизнес, есть огромный потенциал, и ты понимаешь, что действительно там тебе очень сложно самому развивать бизнес, потому что там есть какие-то локальные, локальная специфика, там, да, ведь в Магдонусе, в Корее даже ключи есть тоже. То есть даже у Магдонусе есть какая-то адаптация к локальным рынкам. Хорошо. Коллаборация. Вот, пока ты сейчас. Вот я недавно смотрю, значит, Болонский был Гуд Вуда, Трабаковский, они был Гуд Вуда, общаюсь, и я, опять же, Гуд Вуда, Гуд Вуда. Те, кто строят дома, Гуд Вуда, Гуд Вуда, Гуд Вуда. Строят дома, причем самый большой офис, какой-то из дерева, который они построили, такая большая стопня, возникает вопрос, вот, коллаборация, то есть у них опять же, определенные объемы продаж. То есть они, ну, есть вполне приличные. В ряде тех самых подколлаборационных кейсов, когда ты покупаешь дом, а еще покупаешь дом уже обставленный. Ну, то есть я повторяю, если это было про квартиры, вот тут вопрос, это коллаборации. Существует ли какие-то B2B коллаборации, где, допустим, продвижение продукции в твердом ваших продуктах или наоборот? Ну, мы работаем со многими застройщиками, со многими девелоптерами. Это очень успешная, как правило, коллаборация. Как это выглядит? Например, мы можем с этим застройщиком обставить несколько типовых квартир, как раз которые уже с ремонтом с нашей недели. И при продаже застройщик нас, ну, так бы, можно сказать, тоже ему важно показывать уже готовые, да, какие-то интерьеры. И при этом с этим застройщиком мы имеем доступ к этим клиентам. Например, мы там от себя, такому сегменту людей, как новоселов, мы даем какой-нибудь там подарочный сертификат на там существенную скидку при покупке в наших магазинах. И это достаточно успешно, то есть мы из этих каналов улучшаем опыт компании. Первый вопрос, наверняка у тебя мысли построить город Хофф или поселок Хофф? Почему? Потому что мне кажется, что по створению мутации, по створению мутации, то самое далевое строительство, которое так было популярно в наших проектах в последние дни, имеются шансы на успех. Ну, почему? Потому что люди понимают, что через девять месяцев наши трубы, говорят, сдадутся такие-то дома, что с землей все в порядке, что лица, люди понятны, то есть вы выходите на людей и так далее. А в твоем случае это вроде как с одной стороны и город Хофф, это вроде как и бренд, и дополнительный девелоперский бизнес. Нас вдохновляют успехи компании «Оскон» и Владимира Седова, который построил «Подроград». Но я думаю, что мы как бы бесконечно далеко от таких идей, потому что мне кажется, что нужно фокусироваться на основном бизнесе и может быть на бизнесах, которые еще как-то комплиментарны. Идея строить город, я сразу отвечу, точно нет. Деревню. Если нет. Ну, слушай, ну что это? Это типа, наверное, можно так в голове держать, что потенциально, если мы построим город, нам будет чем его обставить. Но это не наш бизнес вообще. Рекартовка. То есть не рекартовка, а рекартовка. Так, можно ли считать, что конкуренция в современном бизнесе – это борьба не только капитала, сколько интеллекта? Ты знаешь, есть бизнесы, в которых, мне кажется, конкуренция – это борьба капитала. Потому что, ну, если посмотреть на некоторые модели, ну, там же действительно, кто больше сожжет денег, тот первый как бы добежит. То есть есть бизнесы, в которых очень важен рост, есть бизнесы, в которых очень важно быть первым. То есть так называемые, как правильно сказать, winner take it all – победитель получит все. И в этих бизнесах, наверное, сколько денег у тебя за спиной – это имеет, возможно, первостепенное значение. То есть можно сказать, что примерно две одинаковые компании, примерно два одинаковых продукта, но там инвесторов, не знаю, там миллиарды инвесторов, а тут миллионы. Ну, кто быстрее дойдет до денег, до финишной прямой, кто агрессивнее будет завоевывать рынок. То есть все-таки качество привлекает, то есть капитал или, давай так, способность привлекать этот капитал, это имеет большое значение. Поэтому и то, и то хорошо. На как бы, допустим, на российских либо зарубежных вот таких вот лидеров, тренд-центеров, которые, на двух взгляд, очень качественно и быстро привлекают капитал. Ну, из тех, которых, ты знаешь, там, Tinkoff, Trump, не знаю, еще кто-нибудь. IPO Tinkoff, он замечательный, потому что он действительно, это как бы, с одной стороны, это банк, но с другой стороны, то есть банк оценивается, его капитализация, она оценивается не по классическим мультипликаторам для банка. Ну, а так, в принципе, к сожалению, мультипликаторы сейчас очень низкие в России, в порядок врачей, да, начиная вот от последних каких-то событий, там, от девальвации, от того, что меньше все-таки становится и инвесторов, и санкций и так далее. То есть, к сожалению, с точки зрения мультипликаторов, наверное, в России, она даже среди, я про развитые вообще сейчас страны не говорю, но я думаю, даже среди развивающихся страны, она находится где-то в нижней части в том, где находится. Хорошо. Ну, развитые страны, это больше Европей или это больше Европа, Америка? Европа, Америка. Скажи, ну, ну, как, все спрашивают, я просто этому не читал, но, ну, как, что, у нас? Бренд Хофф, это вообще изначально какой-то, там, российский бренд. Вообще, расскажи историю по времени бренда Хофф. Ну, кто знает историю? То есть, не у нас, знаете, там, бу-гу-гу-гу, а прямо вот в реальной истории, как они сидели, значит, там, голову ломали, как он нам называет, ну, ты знаешь, он что создавал. Вот ребята, которые создали бренда Хофф. Вот эти девушки, круто поднимите, вот эти создатели бренда Хофф. Расскажешь? Давай, давай, давай. Я только на музыку. Если я представлю этих ребят, это будет иметь другой эффект. Это действительно Вадим Журавлев, человек, который, собственно говоря, возглавлял агентство, которому мы поручили над этим работать, потому что мы провели тендер среди различных брендинговых агентств. Мы проводили тендер только среди российских агентств, потому что у нас не было, хотя я там прекрасно знал и фиши, фрейзер, такие международные брендинговые агентства, но мы понимали, что цикл разработки брендов там будет, как вот Артемий Лебедев говорит, долго, дорого и офигенно, да? Но вот нам, в принципе, первые два слова не пугали, а третье слово, оно реально как бы пугало, потому что нам нужно быстро было, короче. В общем, нам очень важно было быстро. И дальше, ну как бы вот у нас была очень, Вадим, я не знаю, там, я, наверное, сейчас так чуть-чуть это, может быть, приуграшиваю, если приуграшки попрать, но у нас была, да, у нас была такая простая, угодная, что мы хотели, чтобы слово было короткое, запоминающийся, мы так даже шутили, чтобы это точно было не Бурнелло Пучинелли, желательно, чтобы были немецкие корни, ну потому что все-таки у нас такой европейский формат, и к брендам определенно есть доверие. 3-5 букв, ну то есть короткое 3-5 букв, и идеально 4 буквы. Вот 4 буквы идеально. Кто-то вот знает, почему 4 буквы идеально? Можете сказать? Есть догадки? Почему 4 мы считали, это вообще круто было там? Как? Как стол устойчиво. Как стол устойчиво. Как стол устойчиво. Нет. Холодно. 3-5. Да, угадали. Просто потому что у нас гипермаркеты большие, там такие большие буквы, вот, и закладные были сделаны по 4 буквы, и просто если 4 буквы, просто вывески действительно удобно и проще это делать. Ну и там, помню, не с первого раза. Там в первом, там был первый раз вышли имена, потом вот в его втором мы увидели хоу. И дальше тоже интересная история, потому что мы, мы сразу нам это название очень сильно понравилось, без всякой визуализации, это просто был нейминг, хоу. Вот. И мы, мы его быстро как бы проверили, и мы не могли поверить, что бренд не занят, потому что нашими глазами это замечательный бренд, и будут кучи, но даже вот я не знаю, сейчас если набрать хоу, там какой-то есть бренд Бергхоу, есть ресторан Гринхоу, то есть вообще со словом хоу, брендов наверно там, не знаю, 100 в России заинвестировано, но почему-то сам хоу, он был действительно свободен, такая удача, но сайт был занят. вот. Какими-то там киберсквортерами там, ну как это называется. Вот. И, ну мы решили так, окей, ну все, мы это подаем как бы уже на регистрацию этого бренда, выбрали этот бренд, а дальше будем разбираться. И на следующий день, как мы приняли это решение, вдруг этот сайт, он выскакивает в свободный доступ на сайте аукционов. Ну такое вот просто некое везение. И он стоил на сайте аукционов 20 тысяч рублей, но если как бы там ты платишь две цены, то как бы ты автоматически его, ну типа снимаешь так вот, да, покупаешь, вот. И я прям там карточку дал, наш директор пошел и купил его за 40 тысяч рублей. То есть в принципе сайт, на котором вот в этом году у нас там порядка 40 миллионов уникальных фестивок будет на сайте. То есть в принципе это такая вот, хорошая кейс, хорошая сделка, я бы так сказал. То есть бренд, можно сказать, уже капитализировался в тысячу разом. Ну, мне сложно оценить сколько сам сайт отдельно стоит. И бренд, бренд. Да, ну бренд, да, да. Не, ну наверное он бы, мы как-то купили бы его, да. Бренд без сайта тяжело бы отставить. И там какие-то, мы должны придумывать названия hov.ru.ru, мне кажется. Ну а вообще, были какие-нибудь вот такие курьезные ситуации с брендом, ну не знаю. То есть вот вы запускаетесь, а у вас какая-то мистика начинается. Не знаю, там, мистика в положительном плане, там, по отрицателям. Я не знаю, там, день открытия первого магазина, а вы виски не загораете, приехал пожарник, еще затопило и еще что-то. Или же наоборот. что, значит, вот там. Думали, что вот будет вот так, а оно прям вам и прямо, ты понимаешь, что да, правильно идем, вот правильнее будет вот так. Нет, то есть, таких не дошли, но просто, то есть, название оно действительно настолько пропитано немецкими горнями, что в принципе, ну я к сожалению иногда так выступаю, рассказываю, но так, в принципе, вот, если мы нанимаем сотрудников на работу, но ни один человек не понимает, что это компания с российскими основателями, российскими акционерами. То есть, конечно, все думают, что это немецкий бренд. Вадим, это ваша огромная заслуга, я считаю, что действительно вот он живет, и вот такие, да. Но, значит, название настолько немецкое, что очень интересно, нас менеджеры, они ездят по выставкам в разные там страны, в том числе и в Кельне проходят выставки. Вот. И там последний раз, когда они проезжали, то есть поставщики немецкие были абсолютно уверены, что компания – это немецкая компания. То есть, они думали, что вот Россия – это как бы просто один из рынков, на которых мы работаем, они на полном серьезе говорили, давайте мы посетим ваши магазины. Мы там говорим, ну приезжайте в Россию. Они говорят, да нет, ну что в России, давайте мы в Германии посетим ваши магазины. Вот это действительно. То есть, сами немцы, короче, думают, что это немецкий бренд. Ну, приятно. Ну, мне кажется, это мега приятно вообще. Слушай, вопрос такой. Ну, Германия, вот это против? Мы шутим, что это для нас такой как бы хэдж. Если вдруг пара доллар-рубль курс уйдет за сто, то в принципе, как мы говорим, у нас есть шанс вернуть хоп на историческую уровень. Ну, потому что российская мебель действительно будет настолько конкурентоспособной. И так, на самом деле, у нас многие поставщики очень существенно долю своих продаж им формируют экспорт. И, наверное, так в целом вот такой плохой фон, негативный, в России все плохо и так далее. Я этого не вижу. Я могу сказать, я вижу огромную работу, которую проводят и наше там государство с точки зрения того, чтобы разбивать производство в России, с точки зрения того, чтобы увеличивать долю экспорта в российском производстве. и многие компании это очень успешно используют. Поэтому шанс на самом деле, что если рубль будет очень слабым, в том, что наши доли экспорта будут увеличиваться и мы сможем каким-то образом выйти на международные рынки, это не обязательно физическая открытия магазинов. Я думаю, что у нас интересный продукт, мы можем его успешно представлять через тот же Amazon, через AliExpress по всему миру. Я думаю, что мы к этому придем. То есть, в большом счете, правильно я понимаю, что если когда-нибудь откроется магазин в Выборге на финском языке, в Гринграде на немецком языке или в Беларуси на немецком языке, то чисто гипотетически не надо открываться в этих других странах, они и так будут приезжать и на разнице рубль елова закупать, в общем-то, те же самые матрасы, те же самые кровати, рожки и люди. Вот примерно, да, примерно так. Вот Тинькова. Значит, да, он был у Тинькова в офисе. Я чему удивился. Кстати, кто-нибудь был у Тинькова в офисе? Так, один человек. Вот кто еще был? А че-то три человека. А кто-нибудь в офисе компании «Хофф» был? Один человек, два человека. Я не был в офисе «Хофф», но один человек. У меня вопрос. Я шел с Тинькова, я был в шоке. У него в буквальном смысле только модели. То есть девушки только модели внешности. И причем это критерий, чтобы лук как модель, а мозги как Эйнштейн. Прям вот. Как у тебя с этим делом стоит? У тебя там как вообще в этом плане? Ты какой-то короче-специальный отбор? Или ты в Таджикистане держишь там на веране таджики в Беларуси, в районе Беларуси? Или же у тебя как-то все-таки оно вот… Как? Я просто… Мне интересно. Мы за интеллект и профессиональные способности. Ну ладно. Нет, понятно. То есть нет там четкого требования, что, значит, рост метр семьдесят пять, в прошлом выведем опыт работы модельным агентством, но нет. Нет. Это очень странный вопрос. Если бы мы были в Америке, ты думал бы уже обнаручен, мне кажется. Ну, я Тинькова, перетамский человек. Ты знаешь, ты приедешь в Америку и выступаешь там же. Так. Насколько для предпринимателя важен баланс между разумной сдержанностью и упорным стремлением к принятию решений. Знаешь, мне кажется, да, баланс очень важен. Просто здесь вопрос в том, что важно слушать других, да. То есть многие совершают такие ошибки, что они в таком директивном, ну, в директивном методе управления все время находятся. Это тоже можно понять. Наверное, в фазе каждого бизнеса бывают ситуации, когда нужно более, как бы, да, там, от делегирования переходить к каким-то директивным методам и так далее. Но я за вариативность. То есть всегда, как бы, существуют какие-то разные этапы, какие-то разные бизнесы, разный фокус. И ты все время выбираешь какую-то разную модель немножечко управления. Ты подстраиваешься под, скажем так, тот этап, в котором находится компания. ты подстраиваешься под какой-то момент с точки зрения конкуренции, с точки зрения величины проблемы, которые есть. И поэтому мне кажется, здесь очень, вот, я лично боюсь людей, которые очень великейно подходят. Или, как знаешь, там, черно-белые, там, 0.1 и так далее. То есть здесь все-таки я за вариативный подход. Вот. И я также боюсь, когда специалисты HR, там, они пытаются всех людей какие-то модели, как, ну, ты там больше делегируешь, ты вот так. Я всегда за вариативность. То есть чем разный стиль управления, чем больше разных стилей управления в арсенале у менеджера, там, предпринимателя, тем лучше. Если у тебя, не знаю, какой-нибудь внутренний конкурс, какое-то внутреннее предложение внутреннего роста, там, не знаю, предложи сумасшедшую идею, обосну, докажи, и значит, и мы возможно ее реализуем вместе. Ну, у нас, мы поощряем, безусловно, новые идеи. Но, может быть, все-таки не на уровне, там, таких, прям, вот, комплексов, знаешь. То есть мы, честно говоря, мы не умеем это красиво упаковывать, но, может быть, нам это и не нужно. Но у нас есть компания, безусловно, я называю это такая культура поиска точек роста, которая позволяет нам искать улучшения на каждом этапе нашей работы. Вот это вот важно. Может быть, это можно, знаешь, как-то более красиво упаковать, но, вот, я приведу один пример по поводу вот тут. Есть, в общем, такой распиаренный кейс, это компания Запас. Кто-то слышал, наверное, да? Запас, это да. Это был онлайн ритейлер по, но он есть, онлайн ритейлер по продаже обуви. Такая номер-один компания и ее основатель, такой Тони Шей, он очень известен тем, что вот у него был такой термин счастливые сотрудники, там, счастливые клиенты. Вот он с этой идеей, что вот у них там в компании все можно делать, там, как-то все очень красиво упаковано, книжку написал, там, в офис вводят на экскурсии. Вот. Но я вот был там на экскурсии в офисе, я смотрел на этих сотрудников, упаковка очень красивая, но мне показалось, они несчастные люди. Потому что это Лас-Велес, расплавленный асфальт, жара 60 градусов. Вот. Он зачем-то туда их всех перевел, потому что у него какая-то была, ему там дали, по-моему, должность мэра Лас-Велеса, там, или что-то с этим связано, там, как-то. То есть, там, сити-менеджер, по-моему. И, ну, то есть, и самое главное, что эта компания, она вот гордилась тем, что они не такая, как все, что у них нет скриптов. Да, вот этот интернет-ритейлер, который гордится тем, что у них нет скриптов. Потом их купил Амазон, и когда Амазон ввел скрипты, у них продажи вынесли в три раза. Ну, то есть, иногда, как бы, есть вещи, которые, да, вот, они красиво упакованы, но в них нет сути. А иногда вещи, они просто есть, просто они вот, может быть, не так красиво упакованы, но есть под ними какая-то суть. Понимаешь, да? Ну, смотри, если, допустим, как-то суммировать, сейчас сколько там резиновых? 39. И квадратуры, ну, там, в среднем, сколько там, 2 тысячи, 3 тысячи, 10 тысячи. Мне кажется, у нас вообще надо там, вот это уже так не получается, потому что разные форматы. Ну, я думаю, все квадратные. То есть, ну, примерно 300 тысяч метров квадратных. То есть, глупо говоря, это небольшой поселок, небольшой городок такой. Ну, наверное, 300 тысяч метров, это сколько. Если там взять, допустим, на 60-метровую квартиру поделить, ну да, практически городок. 5 тысяч квартир повышает. Вот. Вот один вопрос к тебе. Если, к примеру, завтра случайно, значит, ты так заходишь домой, а тут бах мимо поезжал, а тут нет, ты приходишь себе в магазин. А тут мимо Путин поезжал, как бы он в аптеку зашел. И бах Путин заходит такой в хок и говорит, Михаил, ты знаешь, я вот бизнес-ток смотрел в Ютубе, и, значит, мне понравилась твоя манера управления. Вопрос. Почему ты не стаи ти-менеджер какого-нибудь города? Вопрос. После такого вот нечаянной встречи ты понимаешь, что отказаться нельзя, собственно говоря, да? То есть вопрос, отказался ли бы стать сити-менеджером какого-нибудь города? А, второе, если бы он принял бы types решение, то какого города сити-менеджером ты хотел бы стать? Я знаю ответ, кто-то на свой вопрос, потому что у меня есть и город сити-менеджером, которым я хотел бы стать. Я потом думаю, если мне интересно, поэтому вот так osteорína сразу красная поляна или милитинка, которая внизу, но это то, что мне близко. Знаешь, я был один раз, ну, скажем так, достаточно близко к первому лицу и в ситуации, когда мог бы прозвучать какой-то вопрос про наш бизнес, да, то есть я ждал какого-то вопроса там из серии, а почему пов? Ну, то есть, я думаю, что действительно отличает, но с точки зрения того, я знаю, кстати, людей, которые отказывали первому лицу в личные, персональные просьбы перейти из предпринимательства на госслужбу, вот, поэтому думаю, что, думаю, что это предложение бы меня не замотивировало, я все-таки не вижу себя на… я предприниматель, я по мышлению предприниматель, я думаю, что, честно говоря, из меня получился бы плохой чинов, вот, и, наверное, я бы предпринял максимум усилий для того, чтобы отказаться вне зависимости от города. Так что вот так, дорогие друзья, Владимир Владимирович, вам отказано, спасибо, не предлагайте Михаил Кузьмин, только сити-менеджером, никакого города там, ни Калининграда, ни Санкт-Петербурга, ни даже Москва, если, ну, пустот от других людей. Вот, да? Слушай, ну, сейчас вот еще несколько таких шуток, и ты понимаешь… Да, я знаю, что тут… Ну, вообще идея увидеть Владимиру Владимировичу в нашем магазине мне нравится. Ну, правильно, да, знакомка, вот, да. Даже вот сейчас, было недавно, там, видны в соцсетях, что там… Унение, что у Путина техника «Борк» дома, «Борк» стал использовать рекламы, там, потом типа, что это не рекламы, это учебный фильм и так далее. То есть, если он будет у нас в кофе, то его точно снимем, сфотографируем, и будем говорить, что даже вот Владимир Владимирович у нас был. Это отличный пиар повод. Я согласен, а вот помнишь сцену в Кэмити-клаб, когда, значит, ну, вот этот вот парадист, который Путин изображает, он – Дмитрий Грачев. Да, вот Грачев, когда он говорит про Фейсбук, видите, он это постоянно здесь. Ну, зачем мне Фейсбук, у меня Фейсбук. Фейсбук, когда человек через 10 минут, сам загружается на максимальной скорости, было бы у меня без лимита. Первое внимание, что я загрузился вот этот хофф, через 10 минут, и след Путин там оказался на максимальной скорости. Ну, ты гинял. Наверное, да. Я бы тоже, на самом деле, ты знаешь, там все-таки же не просто так администрация президента существует. Появлено, что этот визит, он был бы заранее 10 раз согласован. То есть, все-таки вот те тролли, которые говорят, что вообще-то уже это не специальная помощь, взрослый агент, который стоял и не заметил Путина, это прям сотрудник КГБ еще с тех времен, собственно, с остальной заказки. Не, ну, наверное, бывает в поведении от маршрута, но там же вы услышали, там ФСО и так далее. То есть, не так. Все вы все уже знали. Какие качества можно назвать объединяющими разных людей по этой команде, чтобы она была эффективной для бизнеса? Мне кажется, должен микс быть. То есть, вот как раз важно, когда людей, есть какая-то команда, очень важно, чтобы коллектив был комплиментарен друг другу. И хорошо, когда люди разные. Потому что даже, вы знаете, бывает такой тест, показывают, не знаю, вот есть группа людей, 5-7 человек, показывают какую-то фотографию, говорят, что вы на ней видите. И там половина группы говорит, я вижу старуху, а половина группы говорит, нет, я вижу молодую женщину, да? Ну, реально люди видят по-разному. И если люди разные, но поэтому они комплиментарные, то вот в этом такая химия и в этом вся эффективность. То есть, я считаю, что бизнес – это пазл, который нужно вот так вот по кусочкам собирать. И в современном мире бизнес-процессы, они все настолько взаимосвязаны, что очень тяжело, если, например, где-то одна функция проседает, то вот эта эффективность, она отразится на всей компании, на всей команде. Поэтому очень важно, чтобы вот каждый, не знаю, бизнес-юнит, каждая функция, она была отстроена до некого совершенства. Тогда можно бизнес очень сильно масштабировать. Какие процессы предприниматель должен контролировать сам, а какие можно делегировать в команде? Ну, кстати, хороший вопрос. Я вот, если так сходу на него пытаться ответить, наверное, есть вещи, которые вот предприниматель уже не может все делать лучше всех, правильно? То есть, он должен понимать свои, как бы, ограничения. И там, где он понимает, что, ну, как бы, есть ограничения, он должен усиливать команду людьми, которые к нему комплиментарны в этом отношении. Но при этом могут быть вещи, где-то там действительно, где его там какая-то сильная сторона. Он в этом хорошо там разбирается. Он может туда немножко глубже погружаться, меньше это делегировать. Потому что его эффект присутствия на этом участке поля, он действительно имеет экономическое значение. Вот. Но плюс, мне кажется, вот есть вещи, которые бесконечно важны – это клиенты. Вот. Мне кажется, все, что связано с клиентами, на это должен быть, ну, действительно, какой-то особенный фокус. Есть продукт. Вот продукт и customer experience – две, наверное, основные вещи. Ну, в той или иной степени, вот. Но, опять, есть бизнес, у которых суть, она в другом, да. Может быть, это не продукт, потому что это marketplace, а там суть, она в платформе. То есть, если есть какая-то суть, вот, мне кажется, бизнеса, ну, как правило, предприниматель, наверное, давай так сказать. Вот, наверное, сейчас у меня правильный ответ такое созрел. То есть, предприниматель должен больше фокусироваться на тех вещах, которые реально являются конкурентными и преимуществами компании. Вот, про клиентов. В том году, если я не ошибаюсь, была, как-то, скандальная история. Я не привязывал на эту тему, значит, что какой-то пожилой человек, то ли пенсионер, то ли около, там, бред пенсионер. Значит, пробел какой-то, какой-то люк, срочной, сживаясь, потому что это магазин. И закатил ее и вернуть. Но то ли чек у него где-то было, то ли что-то там у него, короче, не было, то ли он потерял, то ли забыл еще что-то. И вот там была целая эпопея, да, Света. Вопрос. Я обычно понимаю, что есть там правила торговли, срок возврата, приема и так далее. Вопрос такой. Бывают ли какие-нибудь такие случаи, допустим, в компании, либо внутренние непрописанные правила, ну, по-моему говоря, когда приходит человек какого-то возраста, к примеру, хочет в работе, например, у него нет чека, там, по-моему, он там какой-то причинил, а потом забыл склероз, ну вот, потерял или не нашел. И его действительно товар отменяет, его возвращает деньги. Есть какие-то, или же все-таки все происходит вот у менеджмента, там, типа, строчки по правилам, как должно быть. Смотри, ну, это такую мы затронули важную тему. Почему? Потому что мы тоже на этапе нашего развития здесь, к сожалению, совершали ошибки, да. И какие были вот такие основные ошибки. Но первое, вот это стелень клиент-ориентированности, то есть она не всегда у нас была правильной. Второе то, что, и мне как бы не стыдно это признать, потому что, ну, действительно, вот до новых вещей доходишь только в процессе. Второе очень важно, что не всегда, как бы, наша способность решать проблемы, она, ну, как бы, то есть наш рост, он иногда опережал нашу способность, решать проблему, решать проблему, потому что послепродажное обслуживание – это очень важная часть нашего бизнеса. То есть вообще, чтобы так было понятно, у нас в кол-центре эта информационная служба и клиентский сервис работает порядка 400 человек. То есть это огромный, как бы, ну, вот бизнес, огромный масштаб. Почему? Потому что, действительно, менеджер – это сложная категория. Там существует, ну, какой-то, он небольшой, да, там, в процентном отношении, там, возможно, там, не знаю, какой-то брак, еще что-то, но мы продаем миллионы единиц, миллионы. И поэтому, даже если там у нас претензии один процент, то это десятки тысяч, вот миллионы единиц, которые мы продаем. И дальше, как бы, вопрос нашей способности оперативно решать проблему. Мы, ну, как бы, я считаю, мы сегодня, мы не всегда были такими клиент-ориентированными, сейчас мы более чем клиент-ориентированными, ты там говоришь на какой-то закон, я улыбаюсь, потому что, да, там есть какой-то закон, по которому мы должны решить проблему, да, проблему, там, срок, там, 28 дней. Ну, вот я уверен, компания, которая так думает, она просто обанкротится через несколько лет. Потому что требования к сервису, они очень сильно растут. И вообще получается, что, вот я это видел, самый наглядный пример, это в Англии, как сейчас перестраивается банковская система. Там реально очень низкий уровень NPS. Ну, NPS, вы знаете, да, что это такое? Это, как бы, Net Promoter Score, это, в принципе, некая метрика, которая показывает, насколько клиенты обитворены целым сервисом, оказанным им там в организации. И, например, вот этот уровень NPS, он, компания его меряет, он достаточно низкий, там, в каких-то индустриях. И те индустрии, в которых он низкий, они будут 100% очень сильно десрапливаться новыми компаниями, новыми технологиями. Мы, слава Богу, это понимаем, мы здесь вот все усилия для этого предпринимаем, чтобы это не произошло. Вот в Англии, почему там так бурно взрываются такие компания, стартапы, как Revolute или Monster? Потому что там абсолютно архаичная индустрия, гораздо менее технологичная, чем наша. У тебя, не знаю, там, деньги с карточки на карточку, там, не можешь, скорее всего, через банк. Если проверить, то, говорит, там еще хуже, там, с чеками, книжками, да, 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 да. Поэтому мы сошли, на самом деле, тут мы как раз достаточно рядовые, с точки зрения технологий, и там, ну, молодец, и тот, который тут драйвит, и на самом деле, банк, который, половина рынка, который все-таки тоже находится в поведении, на уровне совершенно другом, чем какие-то американские или английские банки. Но когда там появились компании быстрые, мобильные, по которым высокий уровень NPS, туда просто миллионы мигрируют очень быстро банковских клиентов в новую, как бы, сферу. Поэтому сервис это становится важнейше. Еще что-то происходит, что благодаря тому, что появляются такие компании, как, ну, условно, различные сервисные агрегаторы, там, не знаю, Profi, YouTube, Uber и так далее, там везде ставят рейтинги. И так или иначе, вот даже на бытовом уровне, уровень сервиса, он растет. То есть, вот я, например, пользуюсь Vili, да, вот я, например, хочу сказать, вот Vili. Кто-то пользуется Vili еще здесь? Ну, кстати, много, да? Но вот это же замечательный пример такого вот Customer Experience, потому что там есть моменты, на которые ты обращаешь внимание, что валютер тебе там откроет дверь, что он тебя спросит, какую музыку вам поставить, какую температуру вам поставить, что там есть зарядка для айфона, там, я не знаю, еще там какие-то, да, что там еще есть интересные. Да, маршрут как поедет. Ну, да, ну, то есть, ну, на самом деле, они это, может быть, сделали первые, потом то же самое стал Get внедряч, может быть, не везде там, ну и так далее. То есть, в борьбе за покупателя появляются новые стандарты. Водитель, который меня везет, он всегда будет заботлив, внимателен, потому что он понимает, что я его могу поставить там в плохой рейсинг, да. То есть, вот на, то есть, сама вот этот туэр сервис и требования качественного сервиса, они очень сильно растут, плюс соцсети. То есть, вот, ты говоришь, телевидение, телевидение-то пока там еще он добежал, его сняли и так далее. Зачем? Есть в соцсети, у человека такой паттерн в голове, если что-то плохо, он сразу, не знаю, пишет, ой, там, не знаю, Delivery Club, мне там поздно принесли еду, все. Там, типа, пост, хэштег Delivery Club, тут же ждет, когда его менеджер из Delivery Club пишет, все-все, мы там все поняли, все исправимся, вам там, не знаю, на 5 тысяч рублей бесплатно заказывайте еду. То есть, сама, как бы, сами технологии, сама жизнь, она толкает компания к тому, чтобы в первую очередь думать о клиентах, хотим мы это или нет. Слушай, вопрос про гиммификацию. Значит, ну, кстати, есть, а, с дедушкой там все хорошо, все еще и двое, да, все нормально, ну, слабо, слабо, слабо. Слушай, немного про гиммификацию. Значит, в свое время, наверное, 10 лет не больше назад, появились и онлайн игры, где огромная арка людей, причем там миллионы людей по всему миру, строят какие-то свои города, квартиры, магазины. Такая онлайн-монополе, только не по-крою, а прямо везде-везде. И задумался о том, что, либо, а, разнести свой какой-то продукт в такой онлайн-агре, или, например, создает собственную онлайн-агру, где, ну, внутри, разместили строят квартиры, дома онлайн, там же продажа. По сути, это онлайн-продажа магазина для, вот, вот, некого онлайн-гера. То есть, по сути, ты не продаешь диваны с кухом. То есть, ты не везешь деревом, матрас, пружиной, а ты подаешь, чтобы, некую картинку, некий пиксель. Вот, не было таких произведений? Иван, ну, знаешь, это вот, я за фокус, понимаешь? Вот, как-то объяснить, вот, чем больше мы своего рейда будем тратить на то, чтобы, не знаю, разместить диван в какой-то игре, или, я не знаю, разместить диван в выезде. То есть, есть очень много каких-то каналов, талантливых, или, там, разместить рекламу на телевизорах в перекрестке, или еще что-то. Ну, то есть, у нас есть два проверенных мощнейших канала. Это ТВ и диджитал. Мы лучше будем фокусировать наше внимание на то, чтобы эту рекламу делать эффективнее. Это подтверждено, оно приносит клиентам. Потому что каждым этим каналом, понимаешь, нужно заниматься, инвестировать какие-то деньги, мерить эффективность. И это все, как бы, отвлекает внимание. То есть, я за фокус. Это не значит, что мы боимся экспериментировать. Мы, да, мы, наверное, какие-то тоже новые, смотрим интересные каналы. Но пока вот до идентификации нет. То есть, музыкальный телеканал Хофф ТВ. Или, допустим, фитнес-канал Качков ТВ. То есть, мы ближайшего дня не дождемся, потому что будет быть фокусировка. Или все-таки термоидно-фокусировка. Можно делать музыку, качку. Ну, я рекламу вам, я сейчас хочу обратиться. Я считаю, вам здесь проявляет некие такие элементы креативности. Ты обязательно должен его взять хотя бы на полскавки в брендинговое агентство. Где это будет, ну, или хотя бы фокультативно. Если так говорится. Да, если мы покурим с тобой, а что-то... Да, то есть, это... Потому что, ну, нет, у тебя чувствуется, знаешь, такая... Ты все уводишь как бы в какую-то такую креативную составляющую. Я за, я не против. Вот, но я всегда призываю фокусироваться все-таки на больших вещах, куда тратить время. В какую сторону изменилось качество бизнес-процессов с внедрением информационных технологий? Ну, оно как бы качественно меняется. Просто, знаешь, мне кажется, здесь суть в том, что, когда вот появляются информационные технологии, и у нас есть приличные бюджеты на IT, которые мы, ну, как бы, инвестируем, мы для себя смотрим две вещи всегда. Первое. Как нам это позволит улучшить сервис покупателю? Ну, то, что все, что мы делаем, это, конечно, чуть-чуть для клиента. Второе. Это позволит ли нам это оптимизировать наши бизнес-процессы? То есть, на чем-то сэкономить. Или там, не знаю, ну, то есть, меньше нам людей нужно будет для выполнения той же работы. И у нас какой-то процесс станет более эффективным. Поэтому мы с точки зрения этого думаем. И, естественно, та автоматизация, та дигитализация, которая происходит, очень сильно повышает производительность. Скажите, пожалуйста, вот, ну, я расслаблю время по помощи такой простой речи, и всеми эксперт-принимателям, что, значит, есть класс людей, которые приходят на работу, работают, а есть эксперт-приниматели, которые приходят, кто же знаете, бизнесом, они зарабатывают. Сколько заработал, сколько и твое. Кто-то приходит на работу. Вот в рамках твоей компании, как этой компании, есть ли какая-то, ну, хищная, грубо не скажешь, программа мотивации, где-то сотрудников заставляешь зарабатывать. Приду к примеру. Помнишь рекламу у нас в риме «Ленинский дублённый 6»? Помнишь, да? И когда заходишь в этот «Ленинский дублённый 6», не знаю, что заходило. Нет, там прямо вдоль стен на входе стояли продавцы. Они были все в красном. В красной ковке, в красных спортивных штанах. Вот среди них стоял я. То есть продавцов. И наша задача… Да это на дублёнке. Я продавал дублёнки на «Ленинском дублёнке 6». И наша задача, она была хищной. Потому что продавцов было очень много. То есть ты идёшь в систему. Вот зарядок. У тебя вся цена продавца. Всех продавцов. Тот входит человек. Пойдёмте, я тебе сейчас всё покажу. Пойдёмте, я тебе покажу. И вот этим химическим образом у нас не было оплата. У нас были только проценты с продажи дублённых. Только проценты. Они были хорошие. И позволяю любому подавцу зарабатывать столько, сколько он типа умотается. Я, разумеется, был среди лидером. Потому что продавал много. Активный. Паривал. И просто продавал. И по-разному. Возвращай их назад. Есть ли какая-нибудь у тебя программа мотивации. И объясню почему. Я сейчас в этом магазине вижу, что люди уходят, ходят, ходят и уходят. Вот есть что-то для того, чтобы они не уходили с пустыми руками. Тоже. Ну, наверное, мы… Есть, наверное, такое понятие навязчивый сервис. Я не знаю, правильно, например, с дублёнком или нет. Но, естественно, что наши продавцы, у них не просто фиксированная заработная плата. У них есть существенная переменная часть, там, наверное, это до половины дохода, которая напрямую зависит от их личных продаж. Потому что в случае мебели, ну, там всегда есть, всегда, как бы, есть личная увлечённость продавца. Ты не можешь купить диван без консультаций. Ну, в физическом магазине. То есть тебе нужен, как минимум, продавец, который тебе, как бы, эту сделку совершит. И лучшей мотивации нет. То, что, наверное, мы, там, теряем какую-то часть трафика. То, что… Ну, и ещё раз, у нас немоделеки, да. То есть у нас продавца найти в магазине легко. Они есть. По скриптам они должны всегда подойти к покупателю, там, поинтересоваться, но не так навязчиво, да, как бы. Потому что многие люди, смотри, они… Мебель – это вообще сложная категория. То есть человек, он не принимает решение немедленно о покупке. Он может сходить в один магазин, во второй, в третий. Наша задача – его проконсультировать, сделать так, чтобы он вернулся. Ещё у нас есть такая интересная технология. Мы покупателям, которые сомневаются, ну, там, в выборе, мы можем, как бы, это называемый, условно, товар положить в корзину. То есть, фактически, вот, ты, например, есть какой-то диван, он тебе нравится, но ты ещё, там, не знаю, хочешь, там, посоветоваться с женой, там, ты думаешь, там, или посетить ещё магазины. Но мы вот этот товар, мы создадим такую некую корзину, мы положим тебе, условно, какую-то корзину интернет-магазину. На следующий день оператор тебе позвонит. Если ты решишься, то этот товар, ну, просто через уже интернет-продажи тебе привезут домой, ты его дома оплатишь. Тебе не надо потом отдельно приезжать в магазин, его оплачивать. Это, кстати, такой тоже очень интересный клиент-ориентированный кейс, нам позволяет лучше наших покупателей, которые ушли из магазина без покупки, потом конвертировать. Ну, это как брошенные корзины в интернете, получается. Хорошо, я просто хочу о чём-то с тобой поговорить, просто подозрём тебе простой пример. В итоге мы купили детские кровати детям, выключая шкафчики, собственно говоря. Но был нюанс. То есть, тоже как идея. Первая идея, это было бы здорово, наверное, что я бы знаю, это простой пример, но чтобы каждый корзин-ориен знал, сколько процентов он, например, получает с каждого дивана, с каждого матраса, с каждого чего. Вот это он корзин-ориен. Ну, не знаю, 20%. Он знает, знает. Более того, он может ежедневно посмотреть свой доход вот с того, что он им продал. То есть, это очень важно для системы. Мы за личные, нас личные продажи. То есть, мы хотим, чтобы ты у нас покупал не потому, что тебе кто-то позвонил и предложил там 10% скидку, и это, понимаешь, это колоссальная лазейка для прода. Потому что ты не можешь системно, как бы, ну, понять, кто сразу, кто не сразу, кто пришел, а кому дать сколько, кому не дать. То есть, ты отдаешь продавцу люфт 10%, да, и... Ну, то есть... Он там стоит и продает, он может тебе хоть и 20% дать, может тебе еще выхода догнать или метро догнать, еще, скажите, еще там, не знаю, я тебе там еще что-то сделаю. Но на большом объеме для системы это не работает. Более того, это система разбалансирует. Потому что первое, когда продавец видит такую улыбку, ну, его просто провоцируют на то, чтобы любому клиенту сказать, слушай, ты, типа, уйди, ты, типа, не купил, а завтра приходи, я тебе сделаю скидку 10%, мы ставим 5 на 5 попили. Ты знаешь, это неплохая тема, на самом деле, обычно причем. Потому что, когда ты вешаешь скидки сейл, ты пишешь 70%, то можешь написать, например, 50%, по 20% подавцам. Вы берите прямую и зарабатываете свои 20%, по 10% и понимаете то, что это, как бы, ну, официальная лазейка, программа мотивации, мне кажется, подальше улыбку решить продавать. Их знаешь, что продавать? Они же продажники, нет? Продажеры. У меня ощущение, что ты не хочешь никого обидеть, не только, там, у тебя опыт еще и в нормальном виде могу работать, но который ты что-то пытаешься проецировать на наш, как бы, вот, бизнес. Ну, еще раз, еще раз. Если есть какие-то, я же всегда открыт, да, если есть какие-то компании, в которых эффективно работают такие технологии, я только за. Я знаю одно, что покупателю важна цена. Покупателю важна, то есть, если у тебя дорогие цены, и ты должен на все-таки поторговаться, как на рынке давать скидки. Это одно. На рынке они еще почему торгуются? Потому что шесть пять человек рядом стоят. У нас все-таки не совсем так. У нас уникальный продукт. Мы тратим большие ресурсы на то, чтобы у нас были конкурентно способнее цены. Я не просто пишу на цене и сто рублей. Я уверен, что это лучшая цена. И можно сравнить, она существенно ниже, чем в той же ИКИ, кстати, как правило, на данный момент. Вот. И второй очень важный момент, что если бы у нас не был уникальный продукт, то я бы здесь пошел, как это делают NVIDIA, когда они в касании одномоментно могут проверить цену по отношению к своим конкурентам. У них есть список 13 конкурентов. И ты можешь прям, если человек сомневается, он может прям посмотреть. У них есть программа, которая сравнивает цены. И если вдруг в этой программе ценовое видео выше, то да, продавец имеет возможность сделать цену, ну как бы, там очень простая процедура. Ну как гарантий лучше сильно называется. Но у нас это не работает, потому что у нас не совсем сравниваемый продукт, да. То есть мы не продаем iPhone, мы продаем там кресло, и оно уникальное. Хорошо, а не было такой идеи, но это тоже чуть назад, но тебе не менее сейчас пришло в голову. Там, покупаешь диван и скидка на покупку телевизора в NVIDIA, там, 10% или 10%. Ну, или там типа такая-то модель в NVIDIA, там, на какой-то цене. Ну, то есть диван же он либо спать, либо телевизор смотрит. Мы многие твои идеи уже реализовываем. Сорян, я просто не понял. У нас есть с рядом ритейлеров, у нас есть такой, ну, технически это будет как обмен купонами. То есть ты покупаешь что-то в NVIDIA, где при покупке NVIDIA дают купон на скидку в HOP. И обратно мы делаем, когда, ну, там, такой, как обмен, да. Когда у нас покупаешь что-то в HOP, тебе дают на покупку... Вот, кстати, мы делали очень интересную акцию, когда был футбол. Вы, видимо, при покупке телевизора давали купон на покупку, по-моему, мягкой мебели в HOP. Ну, потому что все-таки всплеск, был огромный продаж диванов перед чемпионатом мира. Все хотят телевизора и чтобы на новом диване смотреть. Какими аргументами в ходе предпринимательства можно убедить людей, считающих предпринимательности подверженную множеству? Какими аргументами? А зачем убеждать? Ведь я, можно по-еврейски, вам вопрос и не вопрос. Зачем убеждать? Ну, то есть, смотри, вот, я считаю, что все-таки предприниматель, не то чтобы это было врожденное, да, но ты точно... То есть, если у тебя нет вдохновения заниматься предпринимательством, такой вот личной какой-то сильной мотивации, не то же самое, как, не знаю, на только пьяное играть вдохновение, просто типа играть. То есть, поэтому, вот, меня слово убеждает, то есть, зачем надо убеждать? Человек должен очень сильно хотеть стать предпринимателем, и тогда у него, может быть, это получится с небольшой, большей вероятностью. Какой-нибудь продавец в твоем магазине, там какую-нибудь программу, может ли вырасти профессионально до, например, вице-президента, например, «Газпрома»? Да. Или акционер «Газпрома»? Ну, у нас интересно, на самом деле, многие, вот у нас, нам 10 лет были в этом году, и у нас действительно первые сотрудники, вот я помню, у нас там был первый магазин, который в Москве на новом виде, и практически все вот из этого первого состава, они реально сделали очень хорошую карьеру. То есть, они, там, не 100% продавцов стали директорами в магазине, но некоторые действительно стали, то есть, у них был там один, ну, никого не было в подчинении, а сейчас это даже есть оттуда директора, как бы, area sales manager, то есть, когда-то там 8-9 гипермаркетных подчинений. То есть, у нас такие есть яркие примеры карьерного роста, это здорово. Ну, мы быстрорастущая компания, поэтому у нас, в нашей компании действительно можно сделать карьеру. Но, наверное, прямо вот на них ездить, когда там тортовец и стал, не знаю, там, совсем там топ-менеджером компанией, такого его, наверное, нет. Ну, смотри, есть маленькие, но набирающие обороты карьеры, например, в Америке, это когда некие компании типа AMA CRM или World of Detail, например, они начинают проводить ежегодные конференции, когда они целый год там готовят, тоучат свой продукт, потом вводят, презентуют, ракут-шоу, и я говорю, вау, сегодня крутые фичи. Не задумывались ли ты о том, что, может, тоже ежегодно делать какую-нибудь такую конференцию, рассчитанную на то, чтобы там показывать какие-нибудь, не знаю, вау либо продукты, либо вау-приемы в области торговые, либо инструменты, связанные вообще с опублицией, предпринимательство, о чем Провоков говорит с карта на официальном центре, что мы пуляризируем предпринимательство. Вот это некая миссия такая, да, своя вот? Ну, опять, я считаю, они действительно огромные молодцы. И Игорь, он на это тратит много своего времени, я не знаю, чтобы он видел, что он уже у вас был, правильно, вот, и замечательный, незаурядный человек, выпускник, как и я, Московского физито-технического института, так что у нас с ним такая есть общая альман-матер. И Оскар там молодец. У каждого свой путь. Например, я вот все-таки в первую очередь там фокусируюсь на своих бизнесах. Я очень глубоко вовлечен в операционное управление. Я не нахожусь на том этапе, когда я могу позволить себе значительную часть своего времени тратить на создание предпринимательского клуба, и так далее. То есть у меня на сегодня другие задачи. Но мне близка тема развития предпринимательства. Поэтому значительную часть своего времени я трачу на какие-то публичные выступления. В первую очередь мне нравится аудитория предпринимателей. Я уверен, что и в этом зале, в основном, присутствующие предприниматели. Мне вот... Я тоже можно... Да. И это здорово, потому что, ну, это какая-то определенная энергия. Я за то, чтобы предпринимателей было больше. Мне очень нравится общаться с молодыми предпринимателями. Я могу сказать, что... Я, например, недавно... Многие так скептически относятся, там, бизнес-молодость, там, секты, еще что-то. Но там интересная платформа, там новые предприниматели. И вообще с ними пообщавшись, у них другое понимание. Они реально верят в Россию. Не во всех социумах любят Россию, да. Мы как-то нам привыкли ее там харить, ругать, там, не знаю. Мы провели лучшую Олимпиаду в мире, но никто в это не верил. Думали, что это все, там, не знаю, лучший чемпионат в мире. И тоже казалось, что все будет плохо. Мы иногда недостаточно гордимся своими собственными, да, успехами. Но вот эти молодые ребята, у них огромный огонь, драйв в глаза. Они связывают свое будущее с Россией. И вообще я считаю сейчас, возможно, такой уникальный исторический момент, когда появляется много людей, которые связывают свое будущее с Россией. Может быть, у них есть амбиции, чтобы их бизнесы были зарубежные. Амбиции. 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 Амбиции.